Приветствую вас, насколько мне известно, без эмоциональности, без различия, вот такие вот симптомы, которые вы описываете, они являются симптомом определенных психических заболеваний. Но вместе с ними, с этими симптомами, всегда идут другие симптомы. Поэтому вам говорить о том, что это ненормально, скорее всего, оснований нет. То есть, если бы у вас было заболевание, то оно бы было выражено другими симптомами, и вам бы давно было заметно влияние этого на вашу жизнь. То есть, если до сих пор никакого влияния нет, и если вы сами задаете себе вопрос, насколько нормально то, что происходит с вами, то не думаете, что можно говорить о том, что это ненормально. Видите ли, без различия, это такой своего рода защитный механизм. То есть, ваше сознание, оно целенаправленно пытается защитить вас от чего-то. Возможно, у вас было серьезное потрясение. Возможно, у вас был сильный стресс. Возможно, вы испытывали сильную, очень сильную радость, а потом, резко, эта радость обратилась в горе. И вы оказались настолько сильно потрясены тем, что с вами произошло, что, во-первых, не выразили этого переживания. А во-вторых, теперь ваше сознание защищается от такого повторения ситуации. Соответственно, для того, чтобы определить причину вашего безразличия, нужно проанализировать моменты, в которых оно у вас началось. То есть, было ли у вас оно всегда? Или произошло только лишь после какого-то события? Какие у вас были отношения с родителями? Все это поможет выявить природу вашего такого вот поведения. Вообще говоря, излишняя эмоциональность является следствием того, что человека многое задевает. Многое человек принимает на свой счет. А безразличие, наоборот, свидетельствует о том, что человек не принимает многие вещи на свой счет, не позволяет их затронуть внутренние струны своей души. И здесь, в этом случае, можно говорить о том, что это, конечно же, плюс. Но только при условии, если у вас это качество врожденное, и вас любили родители, потрясений у вас никаких не было, и все в вашей жизни было в порядке. Если что-то из этого происходило неправильно, если что-то из этого было не так, то тогда можно и нужно говорить о том, чтобы проанализировать ваш жизненный путь и найти причину этого для того, чтобы хотя бы лучше понимать, что с вами происходит. А лучше понимая, что с вами происходит, с этим можно будет что-то сделать. Что-то, чтобы вы, что-то, чего бы вам хотелось. То есть, какие-то моменты можно оставить, например, устойчивость к негативу, а какие-то моменты можно, наоборот, убрать, чтобы, например, вы радовались в большей степени, чем радуетесь сейчас. Кроме того, не стоит забывать, что существуют так называемые флегматики, то есть люди, которые, вообще говоря, безразличны к тому, что происходит вокруг них. Их не задевает ни негатив, ни позитив, они просто находятся на одном эмоциональном уровне. И все. Такой у людей темперамент. Так бывает, и это нормально. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Надеваю вам всего доброго и удачи. Спасибо.